Удивительно, не знаю почему, но это, в общем-то, незначительное событие в жизни, прочно запало в мое подсознание. И спустя четверть века мне иногда снится и этот цех-бензопил и примыкающий к нему новенький корпус тогда секретного гальванического цеха. Вот уж действительно, тайны человеческого подсознания непостижимы. В цехе нас встретил испятой мужчина Петр лет пятидесяти по прозвищу Петруччо. Конечно, итальянского в нем было мало, кроме желания чего-нибудь выпить. Однако, в отличие от итальянских гурманов, Петруччо источал вокруг себя такой запах амбре, как будто его какие-то доброходы, маляры от всей души, покрасили изнутри жутко токсичной ацетоновой краской. Петруччо служил когда-то майором автобата в бийской мотострелковой дивизии. Вышел в отставку и устроился в самый престижный на СИП прибор Маши цех «Гальваники», в котором зарплата рабочих в то время в месяц составляла от 500 рублей и выше. За его алкоголические фокусы администрация предприятия периодически наказывала Петруччо рублем, переводя его на определенный срок в низкооплачиваемый цех бензопил. Работать ему там совершенно не хотелось. Поэтому он очень обрадовался, когда увидел солдат, направленных ему в помощь. Это событие он решил отметить с помпой. И не успел я оглянуться, как пять из десяти моих солдат, я был назначен командиром полка старшим группы, были пьяны, издавая вокруг себя отвратительный запах ацетона. Оказывается, Петруччо угостил их своим фирменным нектаром амброзия, приготовленного из клея БФ. Для этого в банку клея в качестве абсорбента бросается щепотка поваренной соли. Содержимое банки хорошо взбалтывается и из заветной спиртосодержащей жидкости удаляется образовавшийся в результате абсорбции каучуковый шарик клея. Я был просто в ужасе. — Вы все подохните, болваны! — гневно кричал я на пьяных солдат, а Петруччо только довольно ухмылялся пьяной ухмылкой и санквистически успокаивал меня. — Да ничего не будет! Мы уже здесь три года клей пьем и ничего! На меня он не мог нарадоваться. Дело в том, что мне очень понравилась работа по сборке бензопил — самой квалифицированной операции в этом цеху. И я выдавал по две нормы за смену — за себя и за того парня. За это, после вкусного обеда в заводской столовой, мне полагался послеобеденный сон. Я уходил на склад готовой продукции и, укрывшись грязной ветошью, подрев проверяемых мастером ОТК бензопил, забывался глубоким, но каким-то болезненным сном. Просыпался я всегда от одного и того же. Меня со всех сторон, со всей дури долбили заводские комары. Какие-то жуткие инопланетные мутанты, научившиеся жить и размножаться в сплошных бензиновых парах. Но самым замечательным в этой краткосрочной командировке был, конечно, обратный путь с завода. Не доезжая до своей воинской части, я выходил на трамвайной остановке стадион «Локомотив» и, уверенной походкой, направлялся в расположенный здесь ДК «Химиков». Я уже знал, что в этом ДК находится прекрасный концертный рояль красного цвета. Я обнаружил его однажды на сцене, во время очередного самохода. В тот раз, помнится, пришлось проворно дворами уходить от военного патруля, как легендарный черно-бурый лис домино, петляя и ловко запутывая след среди однообразных бийских хрущевок. Затрясся от радости, как наркоман в предвкушении долгожданной дозы. И на два часа абсолютно выпал из реальности. На звуки музыки из подсобки выскочил звукооператор клуба, но, увидев за роялем убогого солдата, удалился, не сказав ни слова. С его молчаливого согласия, находясь в самоходах, я стал частенько заруливать к своему красному спасителю, чтобы целиком хоть на час отдаться своей музе. Именно там, в ДК «Химиков», я сочинил свое самое сложное полифоническое с весьма замысловатым полиритмическим рисунком произведение «Фантазия на тему Джорджа Гершвина», которое на протяжении двух десятилетий не перестает удивлять и шокировать изумленных слушателей. Наконец-то произошло главное событие года. Из новосибирского дисбата вернулся рядовой Дзагоев. Кавказцы бийского полка устроили своему заслуженному земляку шумную встречу, а Аладдин, как змея, злорадно прошипел. — Ну все, сержант, теперь вешаться будешь. К тому времени я был уже закаленным бойцом. Там, где мне не хватало силы в борьбе с напастями, справлялся хитростью, которой мне всегда было не занимать. Поэтому меня трудно было чем-то удивить, а тем более испугать. Да и вообще, чем можно испугать человека, который с детства как родное существо не только не боится, а глубоко уважает и почитает ее величество смерть, воспринимая ее как начало новой жизни? Дзагоев королем в сопровождении придворной свиты зашел в казарму и, как на королевском троне, сел на заботливо застеленную дежурной шестеркой кровать. К нему тут же подобострастно подбежал Аладдин Гасанов и старательно принялся стаскивать с него сапоги, при этом что-то нашептывая ему на ухо, заговорчески показывая на меня. Я с любопытством рассматривал этого знаменитого героя армейских комиксов, который за вымогательство и грабеж в казарме на год загремел в дисциплинарный батальон. Это был рослый, атлетически сложенный осетин, спереди и сзади густо заросший шерстью, с явными следами вырождения на лице. Впоследствии мои наблюдения полностью подтвердились актом стационарной судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках очередного уголовного дела — шизофрения. «Вот что я вам скажу, сынки!» Великодушно угощая благодарных слушателей дешевыми конфетами из солдатской чайной, начал он весьма свой поучительный рассказ. «Нет места страшнее новосибирского дисбата. Кто прошел его, тому не страшен Бухенвальд. Там сержанты такие звери, такие звери!» Тут я сразу вспомнил актера Александра Калягина в роли пьяной тетушки Чарли в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». «Там, в Бразилии, так много диких обезьян, они как прыгнут!» Завороженные рассказом солдаты благоговейно взирали на своего кумира. С самого начала своего появления в казарме Дзагоев стал устанавливать в дивизионе свое неформальное лидерство. Интуитивно чувствуя, что имею дело с не вполне адекватным человеком, я избрал тактику невмешательства, до поры до времени не ввязываясь в неизбежный конфликт с сумасшедшим осетином. Этим я окончательно рассердил и разочаровал майора Бухтеева, который ждал от меня активных действий, а точнее сказать, стукачество, презираемого в отечественной армии во все времена и всеми народами. Камдив бухтел с утра до вечера, полностью оправдывая свою фамилию, как всегда срываясь на фальцет кастрата Фаринелли. «Хрен тебе, а не доклад, ушлепок несчастный!» Угрюмо подумал я, стоя в канцелярии дивизиона на очередном сеансе бухтеевского маразма, с любопытством, глядя на распаленного собственным криком кастрата. Как и следовало ожидать, мое бездействие привело к тому, что Дзагоев окончательно обнаглел. Он стал гадить мне постоянно, по любому поводу, любыми способами. Он мог украсть у меня пилотку, одну портянку, один сапог. В общем, делал все, чтобы я, наконец, потерял свой нерв. Я был готов к такому развитию событий, так как был уже закален казарменными кражами. В таких случаях я либо шел в соседний дивизион, либо в коптерку нашего же дивизиона и крал там недостающий предмет. Глядя на это тихое противостояние и явно сочувствуя мне, Саша Шевелев, водитель нашего дивизиона, сказал как-то — Воронин, ну сколько можно терпеть выходки Дзагоева? Ты либо подерись с ним, либо пожалуйся бухтееву. Ведь это так долго продолжаться не может. Народ в дивизионе совсем выпрекся и обнаглел из-за отсутствия власти. — Всему свое время, Саша. Я знаю, что делаю. — Ну-ну, посмотрим. Скептически заметил Шевелев и отправился в автопарк к своему любимому мустангу — автомобилю «Урал», в котором заботливо перебирал и перемыл своими руками каждый винтик. В конце концов, мне удалось полностью притупить бдительность Дзагоева и наступила фаза активных боевых действий. Однажды утром после развода мы с Шевелевым и Саян Оолом отправились в парк дивизиона. Как известно, главной задачей кадрированного полка является поддержание техники, находящейся на длительной консервации в надлежащем состоянии. Иначе говоря, чтобы 18 наших 152-мм гаубиц «Д-1» и 18 автомобилей «Урал» были всегда готовы сняться с колодок, на которых они висят без движения, иногда по 5 и более лет, и выдвинуться уверенной колонной к месту боевых действий. В этот день мы с Шевелевым и Саян Оолом, как обычно, занимались МТО дивизиона, нашей автомастерской, материально-техническое обеспечение. В МТО находятся верстаки, токарный станок, сверла и другой необходимый для ремонта орудий и автомобилей инструмент. Вскоре в парк приперся вальяжный Дзагоев с явным намерением по полной программе наконец-то разобраться со мной. Поднявшись по лестнице в будку МТО, он не стал тратить время на ненужные дипломатические пассы, а как Гитлер, без объявления войны, решил сразу же напасть на меня. «Сейчас я тебя урою, чмо!» — закричал он и нанес мне два точных, довольно болезненных удара. Один удар пришелся в мой правый глаз и рассек бровь, второй удар в левое ухо, да так, что из него, как обычно в таких случаях фонтанчиком, брызнула кровь. Дзагоев остановился, оторопела, глядя на красный фонтан, бьющий из моей ушной раковины. В глазах у меня потемнело, я схватил с верстака увесистый молоток и нанес им удар Дзагоеву прямо в грудную клетку. Он скрючился, после чего мощным ударом ноги я вытолкнул зловредного осетина из будки МТО, да так, что он со всего маху загремел тазовой костью, а землю с высоты примерно полтора метра. Проворно спрыгнув с лестницы ногами прямо на лежащего Дзагоева, я с огромным наслаждением принялся крутить ему уши. — А-а-а, больно, ухи мои, ухи! — смешно заголосил Дзагоев, и я тут же отпустил их. — Сережа, да хватит, все, успокойся, ты же мужик, хватит ему! — закричал Шевелев вместе с Саян Оолом, растаскивая нас с Дзагоевым в разные стороны. — В следующий раз я убью тебя, обезьяна! — тяжело дыша, злобно прохрепел я. — Воронин, я тебя уважаю, потому что ты старый. Я и шел сюда сказать тебе об этом, а ты налетел сразу! — жалобно промямлил Загоев и поплелся вон из парка, на ходу потирая свои многострадальные уши. — Это была победа. Абсолютная, убедительная победа духа над коварным и крайне опасным врагом. После этого случая Шевелев смотрел на меня с явным уважением и гордостью за русскую нацию, которая в очередной раз в моем лице доказала свою боеспособность и несгибаемую волю к победе. Саша, так же, как и я, воспитывался родителями-сибиряками в лучших традициях русского воинства, поэтому очень хорошо знал вкус и цену такой победы. Он родился и вырос в сибирском селе Шушенском, что на юге Красноярского края, который хорошо известен тем, что там в свое время в длительной ссылке находился Владимир Ильич Ленин. В Шушенском, насколько я знаю, местные мужики до сих пор по праздникам дерутся стенка на стенку, а некоторые из них, особенно отчаянные, как раньше их деды и прадеды, в одиночку ходят на медведя. Саша, пожалуй, был единственной живой душой в этом доме сумасшедших под названием «Бийский артполк». Особенно мы сдружились с ним, водителем от Бога, на учениях в пустыне Гобби, куда отправились с дивизионом летом 1987 года. Это был во всех смыслах запоминающийся вояж, настоящее эзотерическое путешествие по сакральным местам поистине планетарного значения. Вот только одна небольшая зарисовка из этого путешествия, чтобы читателю было понятно, о чем я говорю. Как только мы пересекаем пограничный переход в поселке Наушки, находящемся в 250 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ, то оказываемся в очень странной и очень загадочной стране Монголии. Наш курс – южногобийский Аймак, а если короче, великая пустыня Гобби. Гобби – одна из величайших пустынь мира. Она растянулась огромной дугой на 1600 километров от северного Китая до юго-восточной Монголии. Само название в переводе с монгольского означает «пустынную, безводную и бесплодную местность». С древних времен эта местность была известна под именем пустыня Шамо. Ее площадь составляет полтора миллиона километров и по территории примерно равна Аляске. Эти пустынные районы на протяжении уже 65 миллионов лет остаются практически безводными и неизменными. За столь долгое время свирепые ветры выдули тонны песка с поверхности и обнажили кости доисторических динозавров, привлекающие внимание ученых со всего мира. Это сакральное место Земли, являясь естественной границей обитаемого мира, и сегодня остается абсолютно чистой от присутствия человека. И лишь на короткое время, ограниченное запасами воды, сюда проникают научно-исследовательские экспедиции, да еще мы, вездесущие военные. Пожалуй, это самое малонаселенное место Земли в настоящее время. Например, в южногабийском Аймаке Монголии проживает всего 47 тысяч человек. И это особенно удивительно, что здесь, на краю света, в самом безлюдном месте планеты, русский красавец-сибиряк Саша Шевелев едва не встретил свою судьбу. Девушку Таню, на которую вскоре так запал Саша, мы встретили по дороге в административный центр южногабийского Аймака Далан-Задгат, что в переводе с монгольского переводится как «Город семидесяти колодцев». Мы шли последними, в армии из суеверия принято говорить крайними, в колонне дивизионных Уралов, когда увидели очаровательную русскую девушку, голосующую на дороге, и не поверили своим глазам. Откуда здесь, в этом пустынном месте, такое чудо? «Я», — приказал Саше остановиться, — «девушка попросила нас подвезти ее в Далан-Задгат». Я потеснился в кабине, девушка села рядом, и мы поехали догонять колонну. «Таня», — так нам представилась девушка, — «родилась и выросла в Далан-Задгаде» в семье потомков русских эмигрантов, так называемых семеновцев, попавших в Монголию еще в те давние времена, когда белое движение в Забайкалье возглавлял атаман Семенов. Она была метиской, так как мама у нее — чистокровная монголка, а папа — русский. Однако русские гены все же пересилили монгольские, и азиатская кровь лишь слегка добавляла тонкого, неуловимого шарма и яркой славянской внешности. Таких девушек в России называют семеновками, и я помню, как наш бесноватый замполит, подполковник Коротич, истошно как доктор Геббельс, вопил на своих идиотских политзанятиях. «Не дай вам бог связаться в Монголии с этими семеновками! Это самые настоящие вражины, махровая контрреволюция, убежденные антисоветчики!» И вот сейчас эта вражина сидит у нас в кабине, весело чирикая на чистейшем русском языке, и нам от ее присутствия становится так хорошо, так уютно, что лучше не бывает. Мы уже долго едем по этой безжизненной пустыне, глядя на которую на ум приходят гениальные слова из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Пустыня внемлет Богу». До чего же точно они передают суть этого космического явления? За окном мелькают скалистые горы, глинистые и каменистые гамады. Наша машина с трудом взбирается на очередную крутую гору, объезжая обширную котловину с редким выгоревшим на беспощадном, летом в Гоби плюс сорок, зимой минус сорок по Цельсию, солнце оазисом. Здесь Таня просит Сашу остановиться по нужде, и совершенно нас не стесняясь, задирает подол и доверчиво по-детски садится на корточки прямо возле Урала. Продолжаем движение. Таня задумчиво смотрит на окружающий нас лунный пейзаж и говорит. — А хотите, я вам расскажу, что говорят старики об этих местах? — Конечно, хотим. В один голос воскликнули мы с Сашей. — Так вот, старики говорят, что это волшебная пустыня. — Таинственно начала девушка. В ней нет ни птиц, ни зверей, потому что им здесь совершенно нечего есть. И вдруг случается чудо. Едут путешественники по этой страшной пустыне, и какой-нибудь путник отстает от своих товарищей. Он пытается догнать их и чудится ему, что товарищи зовут его по имени. Он идет на их зов, а, оказывается, это злые духи пустыни ведут его в такое место, откуда ему никогда не вырваться, где ждет его неминуемая гибель. В пустыне Гобби очень много злых демонов и горячих ветров, встреча с которыми не сулит ничего, кроме смерти. Вот почему все путешественники единодушно утверждают, что постоянно слышат демонов, играющих на музыкальных инструментах, а чаще всего на барабане. Те, кто встречаются с духами лицом к лицу, гибнут все до единого. Сколько ни вглядывайся в пустыню, не узнаешь, как пройти через нее. Единственный указатель пути на ней — это высохшие кости на песке, когда-то погибших здесь путников. Таня закончила свой трагический рассказ, отвернулась к окну, чтобы скрыть от нас навернувшиеся слезы, печально глядя на стремительно уносящиеся вдаль пустынные ландшафты. Мы еще долго молчали с Сашей, потрясенные этой мрачной легендой пустыни Гобби. Наконец я произнес. Таня, я не пойму, что же тебя держит в таком мрачном месте? Почему не вернетесь на родину в СССР? — Родители дом держат, — ответила девушка. — Отец никуда не хочет уезжать. Говорит, в России нас не ждет ничего хорошего. Все будут без конца попрекать нашим белогвардейским прошлым. За все свои 18 лет жизни я не была нигде, кроме озера Хупсугул на севере Монголии. Это правда очень красивое место, а озеро переводится с монгольского как синяя жемчужина. — Ты сама как жемчужина, только розовая, в этом жутком, просто страшном месте. Не удержался от комплимента Саша. Девушка ласково улыбнулась Шевелеву в ответ, с интересом и женским любопытством посмотрев на него. — Все-таки она прелесть, просто прелесть. Настоящее сокровище в этом аду, — подумал я. Наконец мы прибыли в Далан-Задгад, где дислоцировалась советская мотострелковая дивизия, конечный пункт нашего назначения. Мы высадили Таню практически возле самого ее дома. Перед этим Саша в своем солдатском блокноте аккуратно записал все ее координаты и поехали дальше. В зеркале заднего вида я еще долго видел печальную фигуру хорошей девушки Тани, прощально машущей нам рукой, и вдруг мне стало очень грустно, почти тоскливо. Стало жаль, нестерпимо жаль юности этой красавицы. Так бездарно проходящей в этом безжизненном, богом забытом крае. По прибытию в дивизию мы с Сашей сразу же обратили внимание, что все артиллерийские тягачи у них почему-то разбитые и сильно покореженные. «В чем дело, а, воин?» — спросил у проходящего мимо водителя такого же разбитого Урала Шевелев. «Да ни в чем!» — зло пробурчал водила. «Засыпаем за рулем, когда идем в колонне». Оказывается, ехать в колонне по пустыне — это самая настоящая пытка. Водители без конца засыпают от однообразия ландшафта и таранят впереди идущую машину. А Саня-то наш, кажется, здорово влюбился в Таню. Влюбился, можно сказать, без памяти, с первого взгляда к ужасу майора Бухтеева. Собравшись жениться на ней и даже сообщив об этом решении своим родителям в Шушенское. Началась долгая, мучительная проработка со всех сторон этого в конец взорвавшегося парня. К этому процессу подключился комбат Широков. Тщетно он апеллировал к здравому смыслу солдата, который, похоже, уже давно покинул его. Остались одни эмоции. День через день Саша бегал в Далан-Задгад, к дому красавицы и даже познакомился с ее родителями. Понимая, что его доводы к разуму ослепшего и оглохшего от любви Шевелева не принесут никаких результатов, Бухтеев пошел другим проверенным путем. Однажды к родителям Саши в Красноярском крае пришли суровые люди в штатском, разъяснили щекотливость сложившейся ситуации и возможность международного скандала, посоветовали им хорошенько, породительски настойчиво воздействовать на своего сына, начинающего антисоветчика. Насмерть перепуганные родители стали бомбить Шевелева письмами с угрозами, родительским шантажом и жалобной мольбой. И он, наконец, не выдержал родительского натиска, вырвал вместе с чувством из своего сердца горячий кусок, а из головы — образ прекрасной Танюши. Насколько я знаю, Саша покорно вернулся после армии в родное Шушенское, женился там на местной скромной девушке и от души настрогал троих детей. За время учений в Гобби я еще больше сблизился с нашим комбатом Широковым. Михаил Широков был личностью экстраординарной, очень интересной, причем во всех смыслах. Родом с Украины, он там же в городе Хмельницком в 1981 году с отличием окончил высшее артиллерийское училище и был направлен для дальнейшего прохождения службы в ГСВГ, Германию. Служба в Германии до глубины души поразила Широкова, и попав в бийский артиллерийский полк, он никак не мог опомниться и освоиться в новой реальности. Сидя с ним в парке дивизионной техники, с голым атлетическим торсом, загорая на солнышке, он мрачно смотрел, как мы с Саян Олом перебираем затворную часть нашей гаубицы Д-1 и говорил, не скрывая сарказма. Воронин, то, чем вы сейчас занимаетесь, это даже не ранний феодализм, это первобытно общинный строй. Нет, нельзя воевать на такой технике в конце 20 века. У нас в Германии были только самоходные орудия, в которых уже стояли метеобаллистические сумматоры, прототип боевого компьютера, прибор автоматического наведения на цель, без участия человека, вносящий поправки на ветер и угол деривации снаряда. И была автоматическая подача снарядов. Это же просто песня. В Берлине не жизнь, а малина, как поется в одном известном шансоне. А это что? Какой-то беспросветный мрак и жуть, как говорила Эллочка-людоедка. Ведя занятия с офицерами запаса на курсах переподготовки, Миша прямо говорил им. Давайте смотреть правде в глаза и не лукавить. Я военный человек, а значит, моя профессия — убивать людей. Хотя можно сказать и иначе — защищать свою родину. И я должен это делать эффективно, грамотно и очень качественно. Ведь в чем глубинная философская суть артиллерии — убивать как можно больше людей меньшим количеством снарядов. Это суровая правда жизни. Хотим мы этого или не хотим. Но армия создана для войны. А в мирное время, в условиях длительного бездействия, она неизбежно впадает в маразм. Что нам прекрасно иллюстрирует великолепная история бравого солдата Швейка, рассказанная когда-то Ярославом Гашиком. Еще находясь в Монголии, Широков начал со мной активную работу, агитируя остаться в армии. «Ведь ты только подумай, Воронин, где ты еще сможешь за казенный счет съездить в такую экзотику, как пустыня Гобби, пострелять от души? А тебе за это, за твое же удовольствие, государство еще и заплатит. Причем большие деньги, которые ты никогда не увидишь на гражданке. В юности я серьезно занимался триатлоном, между прочим, мастер спорта, а ты знаешь, что такое триатлон? Это же лошадинный спорт. Триатлон включает в себя плавание, велогонку и бег по шоссе. Однажды я здорово упал на велотреке и получил серьезную травму, так что пришлось уйти из большого спорта. Это был очень тяжелый момент в моей жизни. В одночасье рушились все мои жизненные планы, все мои юношеские амбиции. Тогда отец сказал мне правильную вещь. У тебя, сынок, было всего два пути в жизни, либо спорт, либо армия. Значит, иди в армию. Что я и сделал, о чем абсолютно не жалею. Как-то в октябре 1987 года я шел по мокрому осеннему плацу артполка и вдруг увидел, как ко мне через весь плац бежит какой-то чересчур уж взвинченный комбат Широков, заступивший накануне в наряд дежурным по части. — Ну все, Воронин, пишите письма мелким почерком, — с скрываемой обидой и злостью, — сказал он, — тебя забирают в военную прокуратуру. Оказывается, Саша Каширский, которого месяц назад уже забрали в военную прокуратуру, порекомендовал мою кандидатуру новому прокурору бийского гарнизона Сергею Николаевичу Чепурнову, прибывшему к нам для дальнейшего прохождения службы из Краснодара. Прокурор сразу же направил в часть депешу, которая так расстроила Мишу Широкова. — Мы тебя никому не отдадим! — иступленно вопил в канцелярии кастрат Бухтеев, размахивая своими руками-сосисками. — Мы тебя, урода, на губу! — гауптвахта! — закатаем! Там тебя, засранца, никакой прокурор не найдет! Так начался откровенный саботаж офицеров нашего дивизиона, не желающих выполнять приказ командира дивизии, которого подключил к решению моего вопроса Сергей Николаевич Чепурнов. В конце концов, потерявший терпение прокурор, сам приехал в часть и устроил шумные разборки с командиром полка Елсуковичем. Тот вызвал Бухтеева, который шумно расплакался, что ему не с кем ехать на учения в Юргу, дескать, солдат совсем не осталось в дивизионе. Решили пойти на компромисс, отложить вопрос о моем переводе до возвращения из Юрги. Так я, волею судьбы и бийских военно-начальников, отправился в свой последний крестовый поход. До Юрги, крупнейшего полигона СИП-ВО в Кемеровской области, мы добирались в самых настоящих теплушках времен Великой Отечественной войны. Нам выдали суточный сухой паек, а на остановках возле эшелона солдаты хозвзвода выкатывали полевую кухню и кипятили чай. В нашей теплушке стояла печка-буржуйка, которая изрядно коптила, поэтому двери в вагоне мы никогда не закрывали. Ночью, когда я встал по нужде и слез с деревянных нар, передо мной предстала абсолютно сюрреалистичная картина «Бьется в тесной печурке огонь». Под уютное сопение спящих солдат этот древний в огромных щелях вагон, жутко раскачивающийся и громыхающий колесами в открытую настежь дверь. Это полусгнившая дверная перекладина, на которую можно осторожно облокотиться, со страхом вглядываясь в кромешную ночную тьму и собственную бегущую по земле тень. Меня опять не покидает ощущение дежавю. Где-то я уже это видел. Вспомнил, но, конечно же, в старых хрониках военных лет и художественных фильмах про войну. Юрга. В переводе с тюркского «гнилая яма» полностью оправдала свое название. В день приезда, встретив нас ледяным дождем и шквали стым пронизывающим до костей ветром. При разгрузке эшелона возникла неожиданная заминка, невольным виновником которой вновь оказался я, историческая личность в смысле постоянного попадания в нехорошие истории. Дело в том, что кадет Черкасов до отправления эшелона выдал мне трехдюймовые гвозди, строго наказав, как следует закрепить башмаки, фиксирующие движение, под колеса орудий и дивизионных «Уралов». Я выполнил его поручение с обычным рвением бравого солдата Швейка, от души законопатив десятисантиметровые гвозди в платформу состава по самые шляпки. Началась разгрузка. Майор Черкасов попытался снять мои башмаки, но не тут-то было. Сделано в СССР, сделано на совесть. «Ёп! Воронин! Что ты наделал?» — завопил кадет, безуспешно пытаясь поддеть башмак гвоздодером. «Да чтоб у тебя руки отсохли вместе с яйцами, лупень ты несчастный!» «Я же говорил вам, что вы еще горько пожалеете, что не пустили меня в военную прокуратуру и взяли с собой в юргу», — заявил я Черкасову, у которого тут же отвисла челюсть от подобной наглости. Сзади напирали, смачно матерясь, другие дивизионы. По закону подлости наша платформа стояла прямо в центре эшелона. Наконец, с горем пополам, коллективными усилиями удалось отодрать мои башмаки от платформы. Но, как говорится, осадок остался. Начало большого пути было положено. Весьма и весьма недурно для настоящей авантюры. При разгрузке платформы возник еще один непредвиденный конфуз. Наш водитель, Аладдин Гасанов, по-видимому, в свое время купивший водительские права в Баку, дрожа от страха, как осиновый лист, наотрез отказался съезжать с платформы на своем Урале по узким, раскачивающимся во все стороны стапелям. Долго наблюдавший эту занимательную картину Широков, вскоре не выдержал и, здорово психанув, сам сел за руль Урала, ювелирно съехав с платформы состава. Разгрузив платформы и вагоны со снарядами, колонна, наконец, двинулась через Юргу в сторону полигона. Лагерь мы разбили в очень живописном месте, на обрывистом берегу реки Томми, прямо в центре березового околка. Природа здесь почти такая же, как на Алтае, и все же чем-то отличается, чем-то очень неуловимым в ландшафте и растительности окружающей местности, выбранной нами для бивака. Разбив палатки и обустроив быт до начала стрельб, мы три дня ровным счетом ничего не делали, слоняясь по лагерю и тупо маясь от безделья. В такие моменты на ум идут всякие криминальные мысли и хочется, как Карлсону, слегка пошалить. Однажды я предложил Алладину сделать налет на офицерскую палатку, пока офицеры находятся на полигоне. Накануне они завезли туда из Юрги ящик свежего жигулевского пива. Алладину идея очень понравилась, однако в палатку он идти отказался, оставшись на стреме. Я профессионально забрался в офицерскую палатку, рассчитанную на четырех человек, пошарил в вещах Бухтеева и Широкова, не обнаружив там ничего интересного. Зато у кадета под походной кроватью стоял ящик пива, бутылка водки и вещмешок с тушенкой. Взяв две бутылки пива и банку гречки с мясом, я благополучно покинул палатку. Уютно расположившись на берегу Томи, мы открыли пиво и с наслаждением стали пить этот горьковатый, благодатный напиток. Очень быстро балда ударила нам в отвыкшую от алкоголя голову. «Воронин, теперь ты стал таким же вором, как и я!» Заплетающимся языком радостно сообщил мне Аладдин, подтягивая трофейное пиво. Я уже успел ему рассказать про свое ночное открытие в казарме в первый день моего пребывания в части. Я довольно вытер пивные губы платком и изрек с нарочитым пафосом. «Нет, я даже вор гораздо лучше тебя!» Гасанов громко засмеялся радостным заливистым смехом расшалившегося ребенка. Свои набеги на офицерскую палатку мы повторили еще пару раз. Дальше это делать стало опасно, так как офицеры стали замечать пропажу пива и каждый раз после возвращения с полигона обнюхивать нас. Однако трудно было что-либо учуять офицерскому носу из дурно пахнущих луком предусмотрительных солдатских ртов. Особый предмет моей гордости — изощренное издевательство над толстым прапорщиком Саврасовым, интендантом столовой артполка. Это был ворюга, каких свет не видывал. Толстяк, по-видимому, страдал клептоманией, потому что тащил все, что попадалось на глаза. В Бийске именно благодаря Саврасову мы питались такой отборной падалью, что не дай бог никому. Он умудрялся неделями оставлять нас без рыбных консервов и тушенки, которые прапорщик, как заботливый глава семейства, каждый день целыми сетками тащил из воинской части домой. Как-то раз, проходя во время обеда мимо интендантской палатки, я увидел прапорщика Саврасова, который в предвкушении вкусной трапезы стоял возле входа в палатку и безмятежно курил. В моей иезуитской голове моментально созрел коварный план. Я обошел палатку с тыла и заглянул в окно. Зрелище предстало просто изумительное. Жареная картошка со свиными шкварками, сто граммов водки, аппетитно накрытая соленым огурчиком и яичница, посыпанная зеленым луком. Я по пояс влез в окно палатки, махнул, не глядя сто своих законных фронтовых грамм, закусил огурчиком и, набив полный рот картошкой с яичницей, поспешно ретировался. Но ведь очень хотелось посмотреть, какой эффект произвела на прапорщика, моя хулиганская выходка. Я спрятался в кустах напротив палатки и стал с интересом наблюдать. Наконец Саврасов докурил свою сигарету и зашел внутрь палатки. Через пару секунд его разъяренную тушу вынесло вон из палатки. Как медведь, поднявшийся на дыбы, как огромное каменное изваяние, стоял он на опушке леса, в бешенстве вращая головой, в поисках неизвестного лесного вредителя. Через несколько минут он немного успокоился и, тяжело вздохнув, оставшись без обеда, усталой походкой, побрел на ПХД. Парко-хозяйственный день. Наконец начались долгожданные учения с боевыми стрельбами. По дороге на полигон кадет Черкасов опять в который раз испортил мне настроение. Дело в том, что на очередной колдобине у нашего Урала с мясом вырвало фаркоп. Гаубица с грохотом отцепилась и провалилась в лужу, погрузившись почти до казенной части ствола в грязную осеннюю жижу. Аладдин выскочил из кабины и начал, как всегда, по бабье причитать «Сержант, что делать, что делать?». Я попытался в луже отыскать фаркоп, но это мне никак не удавалось. И тут из кабины вышел раздраженный майор Черкасов и стал внимательно наблюдать за моими действиями. Внезапно, ни с того ни с сего, со словами «Как же ты меня достал, студент, чтоб тебя, блядь, разорвало!» Он стремительно подскочил ко мне и нанес прибойником, деревянным досыльником для снаряда, похожим на бейсбольную биту, очень чувствительный удар по шее. В глазах моих потемнело. Я сорвал с орудийной станины лом и в бешенстве пошел на кадета. Однако в последний момент я одумался и начал, что есть силы колотить ломом по казеннику орудия, да так, что лом изогнулся дугой. «Ну, убей меня, Воронин, убей!» Подначивал меня Черкасов, но я, уже обессиленный, опустился на станину гаубицы, из глаз обильно текли слезы от боли и незаслуженной обиды. «Успокойся, Воронин, всякое в жизни бывает», — сочувственно сказал Широков, и мы все вместе принялись искать фаркоп в злополучной луже. Найдя его, мы, наконец, пристегнули орудие к Уралу и продолжили марш. Прибыв на полигон, мы стали устанавливать неспеша, с чувством с толком расстановкой, нашу гаубицу Д-1 и прицелочную пехотную пушку ЗИС-76 на заранее выбранную Бухтеевым огневую позицию. Затем Бухтеев с Аладином уехали на КНП, контрольный наблюдательный пункт, чтобы оттуда корректировать огонь нашего условного дивизиона, а мы остались с Черкасовым и Широковым оборудовать огневую точку. Артиллерийские расчеты сводных армейских подразделений, согласно установленному на учениях боевому порядку, расположились от линии огня тремя небольшими эшелонами. Первый, самый маленький эшелон – наш убогий дивизион и еще пять 122-мм гаубиц Горно-Алтайской дивизии, дислоцированной в то время в Ташанте. За нами шел дивизион «Саушек» – самоходных орудий, 152-мм гиацинтов С и 203-мм пионов из Юргинской дивизии. Это мощное самоходное орудие на гусеничной тяге, предназначенное для поражения не только живой силы противника на марше, но и его долговременных оборонительных сооружений. В этих орудиях уже тогда были предусмотрены мощная гидравлика подрессоривания торсионного типа И-Метео – баллистический сумматор, о котором с такой ностальгией рассказывал Миша Широков. С одним из гиацинтов на этих учениях произошел очень неприятный конфуз. Капитан Широков приказал мне пробросить полевую связь до орудий горно-алтайцев. Как только я размотал по всему фронту десятки метров телефонного кабеля, соединив его концы между собой клеммами древних, как мир, аппаратов полевой связи, внезапно, откуда ни возьмись, появился этот совершенно очумелый гиацинт. На башне Саушки очень важно восседал здоровенный русский верзила, который в своем танкистском шлеме, как Будда, абсолютно ничего не слышал и почти ничего не видел. Своим мощным гусеничным шасси гиацинт в одном мгновении собрал в кучу всю мою двухчасовую работу, намотав на гусеницы вместе с телефонным кабелем два аппарата полевой связи. Я побежал вслед за убегающими телефонами, истошно крича и размахивая руками, но ничего не слышащий верзила остановился только через сто метров. «Ты что наделал, мудила?» гневно закричал я на него, а он только виновато хлопал ресницами, выдергивая остатки телефонного кабеля из-под гусеницы. Пришлось начинать все сначала. И, наконец, третий, самый дальний от нас эшелон, дивизион реактивной артиллерии из Абаканской дивизии, установок залпового огня «Град». Дальность стрельбы которого, в отличие от нашей архаичной гаубицы, больше двадцати километров. Гребень укрытия, высаженная для снегозадержания лесополоса из высоких старых тополей, находился от моего орудия на расстоянии примерно одиннадцати километров. Пока офицеры устанавливали и оборудовали палатку для управления огнем, я, не торопясь, окопал и закрепил гаубицу, принявшись за аппарель и щель для снарядов. Имея под рукой приличный шансовый инструмент из МТО, я довольно быстро выкопал небольшой, два на полтора метра, уютный окопчик, который, как выяснилось позже, очень пригодится мне в эту морозную октябрьскую ночь. Кадет Черкасов лихо оседлал нашу пехотную пушку ЗИС-76 и начал для корректировщиков огня иступленно, как маньяк, вести прицельную стрельбу, закрывая одной рукой ухо, а второй вставляя маленький изящный снаряд этой миниатюрной и очень изящной, особенно на фоне тяжелой гаубицы, пушчонки в клиновидный затвор. Это он, между прочим, правильно делает, так как звук у ЗИС просто отвратительный, резкий, лязгающий, больно бьющий по барабанным перепонкам. Даже наше тяжелое орудие, Д-1, производя во время стрельбы гулкий басовитый звук, куда легче переносится. Правда, с открытым во всю варежку ртом, чем поразительный визг этой маленькой пехотной пушки. Наконец, все было готово, и наступило затишье перед боем. — Орудие к бою! — закричал комбат Широков. — Прицел 8-5, отражатель 0, осколочно-фугасным, взрыватель осколочный, беглый, огонь! — И пошла работа, настоящая мужская работа, благодаря которой только и появляется хоть какой-то смысл существования армии в мирное время. Стрелять беглым огнем — это значит производить один выстрел за 6 секунд. Примерно через минуту введения такого огня солдат уже, как собака, высовывает язык на плечо, с него градом катится пот, а ноги подламываются под тяжестью 50-килограммового снаряда. А теперь помножьте это все на 7. В кадрированном дивизионе я один исполнял все номера боевого расчета, и картина маслом будет полной. К тому же не следует забывать, что я уходил в армию, весив всего 57 килограмм. Как я уже говорил, 152-мм снаряд моего орудия весил 50 килограмм. Образно говоря, мне приходилось с помощью увесистого деревянного прибойника с колена запихивать самого себя в узкое жерло гаубицы, да еще под углом примерно в 70 градусов. Именно такой угол возвышения имеет орудие Д-1 при стрельбе на 10 и более километров. Результат этой простой арифметики не заставил себя долго ждать. Очередной снаряд выскальзывает из моих ослабевших рук, игулка падает на землю. А вслед за ним уже я во весь рост растягиваюсь возле орудия. Где-то сзади нас сильно ухают, сотрясая землю тяжелые гиацинты и пионы. По небу чиркают молнией неуловимые, как тени, сигарообразные ракеты Града. В общем, война, она и в Африке война. Наконец, боевая стрельба закончилась, и с КНП приехал наш кастрат, шумно размахивая крыльями и захлебываясь словами от радости. Вы представляете, Черкасов положил 8 из 11 мишеней. Мы там на КНП просто все охренели. Вот тебе и алкашка, дед. Удивленно подумал я. Дело в том, что в стрельбе на 14,5 километров почти запредельной по дальности выстрела для нашей гаубицы по инструкции допустимой является отклонение снаряда на 40-50 метров. Наш чудо-стрелок благодаря своему феноменальному глазомеру и природному артиллерийскому чутью дал дивизионам такие точные координаты стрельбы, что они умудрились снарядами попасть в 8 из 11 деревянных щитов, что, конечно, просто невероятно. Вечерело, и офицеры дивизиона засобирались в лагерь. — Воронин, мы тебя оставляем на охране объекта. Смотри не про... оптику. Ты с нами и тогда вовек не рассчитаешься. Черкасов при этом злобно ухмыльнулся, наверное, подумав, что бы ты, падла, окочурился здесь от холода. Это была месть, изощренная месть шакалов за то, что я покидал их и уходил в военную прокуратуру. — Ну, ничего, посмотрим, кто кого. — со злостью подумал я, провожая взглядом отъезжающую с офицерами машину. Вскоре потянуло пронизывающим арктическим холодом. Эта суровая сибирская ночь настойчиво вступала в свои права. Надо было срочно найти решение этой проблемы. Я внимательно осмотрелся на местности и обнаружил вокруг орудия очень много превосходного подстилочного материала — тыквенной ботвы от убранного недавно урожая. Оставалась одна маленькая проблема — просушить ее от дождя. Я бросил в свой окопчик пустые ящики из-под снарядов и поджег их. Высушенное хорошо прокрашенное дерево вспыхнуло как порох, дав много дыма и тепла. Я разложил на палках прямо над костром мокрую ботву, периодически снимая просушенную и подкладывая мокрую. Вскоре у меня образовалась довольно приличная кучка хорошо высушенной травы, которой теперь можно было выстелить дно моего окопа. Я с наслаждением лег на мягкую, еще теплую от костра подстилку, сверху укрывшись бушлатом и тыквенной ботвой, и уснул глубоким блаженным сном праведника. Проснулся я от голоса комбата широкого, который смотрел на меня сверху вниз с удивлением и нескрываемым уважением. Ты прямо как индеец воронин, самый настоящий индеец в прерии. Молодец, смог выжить в суровых климатических условиях. Объявляю тебе благодарность. К окопу подошел вечно недовольный, очевидно, с глубочайшего похмелья майор Черкасов. Это так вы охраняете орудия, товарищ сержант. С явной издевкой, подчеркнуто официально, сказал кадет и рысью побежал в палатку проверять сохранность орудийной оптики. Вышел он оттуда очень разочарованным и до самого лагеря больше не проронил ни слова. В последний день учений выдался такой чудесный солнечный день, совершенно непохожий на обычный холодный октябрь в Сибири, что я решил по-человечески попрощаться с лесом и рекой, ставшими за это время такими родными и близкими. Зайдя в сосновый, самый настоящий корабельный лес на берегу Томи, я по-домашнему вальяжно разлегся на мягкой теплой подушке из опавшей хвои и уснул. Так сладко-сладко, под пение лесных по осени уже совсем немногочисленных птиц. Мне приснился родительский дом в Хабаровске, папа и мама, сидящие за накрытым обеденным столом на нашей любимой кухне, такие трогательные да боли родные лица, что мне даже во сне стало нестерпимо грустно от ощущения нереальности происходящего. Вернувшись из Юргии в свою за полгода окончательно опостылевшую воинскую часть, я, никому не говоря ни слова и ни с кем, кроме Саши Шевелева не попрощавшись, деловито собрал в вещмешок скромные солдатские пожитки и, имея готовое предписание на руках, направился на свое новое место службы в военную прокуратуру бийского гарнизона. Так тривиально очень буднично начинался третий юридический этап моей армейской службы. Сергей Николаевич Чепурнов военный прокурор бийского гарнизона был родом из Краснодара, куда впоследствии был направлен для дальнейшего прохождения службы после окончания Московского военного юридического института, очень престижного в то время высшего учебного заведения в нашей стране. К нам из Краснодара он прибыл осенью 1987 года и сразу же решительно заявил о себе командованию бийской дивизии. Он стал регулярно не по-детски дрочить командира дивизии, прибывшего недавно с Кубы двухметрового Верзилу, выбивая из него автомобиль, солдат и криминалистическую технику. Сергей Николаевич был ярким южным красавцем 27 лет с внешностью аль-пачина, только покрепче и пошире в плечах. Являясь безусловно очень талантливым человеком, он сделал бы головокружительную карьеру в армии, если бы однажды осенью 2000 года, будучи в должности прокурора флотилии в городе Новороссийске, не исчез при загадочных обстоятельствах. Со слов его супруги, очаровательной и очень умной женщины, накануне исчезновения поздно вечером к Сергею Николаевичу пришли два милиционера кавказской наружности и увезли его в неизвестном направлении. С тех пор Сергея Николаевича Чапурнова больше никто не видел. Поговаривали, что у него были какие-то темные делишки с чеченцами, за что он и поплатился. Так ли это? Теперь мы уже не узнаем никогда. За три месяца службы в военной прокуратуре мне запомнилось только две вещи, о которых следует рассказать. Тамошние крысы и дело прапорщика Емельянова. Бийские крысы очень непростые крысы. Я никогда не видел более умного и наглого существа, чем крыса в городе Бийске. До сих пор с содроганием вспоминаю, как я проснулся однажды ночью в нашем кубрике на втором этаже шконки и с ужасом обнаружил на своей голове это омерзительное существо. Она деловито копалась в моем лысом черепе, пробуя его на зубок. Не помню как, но ударом кулака я сбил ее на подушку. Это была довольно упитанная серая крыса средних размеров, которая злобно посмотрела на меня. Я хорошо запомнил этот умный холодный взгляд ненавидящего существа и, не торопясь, спустилась вниз, не спеша, вальяжно. Прошлась по спящему Каширскому и удалилась в свою нору. Наутро со мной чуть не случилась истерика. По дивизии ходила эпидемия тулеремии, опасной инфекции, распространяемой грызунами. От самовнушения я начал чесаться и со всех ног побежал в медсанчасть. Женщина, военврач, долго копалась в моей голове и, не найдя никаких следов укусов, сказала раздраженно. Шли бы вы, сержант, отсюда, лечить свой застарелый сифилис? Делать мне нечего больше, как лечить ваши фобии. Как-то раз я сидел в своем кабинете в прокуратуре и подшивал наряды. В соседнем кабинете прокурор допрашивал какого-то очередного свидетеля по уголовному делу. Внезапно раздался жуткий треск, шум и виск в деревянном простенке между кабинетами. Шумная возня продолжалась недолго. И к моему ужасу в моем кабинете появилась огромная крыса, каких свет не видывал. Она, изрядно покусанная своей соплеменницей, очевидно, две самки бились за гнездо для будущего потомства, направилась в мою сторону. Я, как легендарный джедай Оби-Ван, герой Звездных Войн Джорджа Лукаса, взлетел над письменным столом и двумя ногами одновременно опустился прямо на голову крысы. Я стал неистово топтать ее, при этом она, два раза извернувшись, попыталась тяпнуть меня за ногу. На шум и гам прибежал Чепурнов и, глядя на охотничий трофей в моих руках, изумленно произнес «Однако ломоть!» Разглядывая крысу, я обнаружил у нее набухшие соски, и мне почему-то стало жаль ее так и неродившегося потомства. Война с крысами в армии, ожесточенная война не на жизнь, а на смерть, велась в Бийске денно и ночно, впрочем, без особых боевых успехов. По устоявшейся традиции за хозблок в прокуратуре отвечал я, готовя обеды на всю нашу немногочисленную прокурорско-следственную бригаду. Во время готовки все внизу, где-то неглубоко под полом, внезапно приходило в хаотичное движение. Искушаемые вкусными запахами крысы шумно толпились возле выхода из норы, не решаясь выползти на белый свет. При этом они покусывали самую слабую крысу, вынуждая ее пойти на разведку. Вооружившись кочергой, я отхожу за дверь и начинаю с любопытством наблюдать за происходящим. Молоденькая крыса выползла из норы и, осторожно пройдясь по периметру комнаты, спустилась обратно в нору. После этого вышла крыса побольше, и они уже с молодой, знакомой мне особой, деловито обошли кухню, обнюхивая ножки стола и стульев. И только после этого появился их босс, королева, огромная толстая крыса с непомерно длинным хвостом и воинственно вздыбленной холкой. И тут на сцене появляюсь я, легендарный зверобой со своей неизменной кочергой. Что есть мочи, я начинаю мочить крыс. Причем те две так и не решились скрыться в нору раньше королевы, которая со своим толстым задом плотно как вини-пух застряла в узкой норе, дав возможность мне спокойно расправиться со всеми незваными гостями по отдельности. В январе 1988 года наша военная прокуратура оказалась в центре событий, вызвавших во всем Алтайском крае очень большой общественный резонанс и получивших название «Дело прапорщика Емельянова». 31 декабря 1987 года прокурор любезно отпустил меня на два дня в Барнаул встретить со стариками Новый год. Когда я вернулся 2 января, передо мной предстала жуткая картина. Вся контора была заставлена картонными коробками с окровавленными тряпками. Беспорядок и хаос царили во всех кабинетах. Навстречу мне вышел почерневший от недосыпа и нервных переживаний Каширский, который сердито бросил мне «Ты еще не зае отдыхать, а, Курс?» Я понял, что случилось нечто экстраординарное. А случилось следующее. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 1988 года прапорщик моего бывшего артполка Николай Емельянов, находясь в наряде на КТП контрольно-технический пункт, в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстрелами из стабельного пистолета убил двух гражданских лиц. Я хорошо знал этого прапорщика. Он пришел к нам из пенитенциарной системы. Долгое время Емельянов служил контролером в колонии общего режима города Барнаула, учреждение УБ-14-1, так называемая «Шинка», и сразу же стал активно насаждать у нас жестокие тюремные порядки. Запомнился же мне это бесноватый кусок своими замечательными философскими откровениями. «Солдат, он хуже зэка», любил повторять Коля Емельянов. «Он полное чмо, его надо е и еще раз е». «Может быть, тогда солдат станет человеком, а так нет, навсегда останется обезьяной, хоть кол на голове чеши». Емельянов был законченным алкашом, и я сразу подумал, что в этом кроется главная причина ночного происшествия. Так оно, собственно, и было. Сидя в новогоднюю ночь на КТП, Емельянов в одиночку осушил бутылку водки, заев ее для пущего эффекта таблеткой димедролла и отважного героя потянуло на приключения. Он пошел прогуляться по улице угольной, прилегающей к забору части, бросив пост и прихватив с собой заряженный пистолет. И приключение не заставило себя долго ждать. По дороге прапор встретил двух отвязных, пьянющих в стельку девиц, которые предложили ему догнаться бормотухой дешевое обычное яблочное вино в СССР и устроить салют в честь нового 1988 года. А потом случилось то, что в свое время очевидно случилось с печально известным майором Денисом Евсюковым. Его переклинило на почве алкоголя. Этот бухой в дрова начисто потерявший рассудок прапорщик устроил самую настоящую стендовую стрельбу по бегущим кабанам, начав палить без разбору во все, что шевелится. В девиц, к счастью, промахнулся. В какого-то старика, сделавшего ему замечание, убив его на повал. В молодого парня, которому просто так на всякий случай на вылет прострелил бедро. Затем Емельянов сел в такси и приказал таксисту, которому в этот день как раз исполнилось сорок лет, ехать в Барнаул, а когда тот наотрез отказался, произвел два выстрела ему в голову. Очевидно, у этого бесноватого прапора от перепоя окончательно сорвало кукушку, которая и в лучшие времена редко бывала дома. Вот такая картина маслом. Всю ночь Чепурнов и Каширский фактически шли по следам убийцы, осматривая еще не остывшие трупы старика и таксиста по мере поступления сообщений об очередном убийстве. Легко понять состояние Каширского, которого проколбасило таким образом в течение всей этой бесконечной ночи длинных ножей. Своими действиями Коля Емельянов добился того, что местное население Бийска устроило самый настоящий террор в отношении всех офицеров, имеющих такие же, как у прапорщика черные погоны и эмблемы с перекрещенными пушками. Их стали лупить везде, где только они появлялись в военной форме. Понятно, что это скверно пахнущее дело сразу же попало под особый контроль главной военной прокуратуры. Поэтому Чепурнов, расследуя его, старался как никогда. А для нас это уголовное дело стало просто хорошей учебно-производственной практикой. Не каждому следователю еще выпадает такой случай расследовать уголовное дело, находящееся на контроле ГВП. Это дорогого стоит. В 1989 году Николая Емельянова, чтобы не дразнить гусей, скоренько и тихонько расстреляли по приговору военного трибунала, который привели в исполнение в следственном изоляторе города Кемерово, имеющем на тот момент особый статус учреждения, исполняющего смертные приговоры. Наступил апрель 1988 года, и нам уже пора к великому огорчению Сергея Николаевича Чапурнова отправляться на курсы подготовки офицеров наземной артиллерии в поселок Шилово Новосибирской области. В последний раз я зашел в кабинет начпрода дивизии к очаровательной прапорщице Надежде, чертовски привлекательной женщине с несомненным шармом, хотя и бальзаковского возраста. Надя все три месяца моей службы в военной прокуратуре не скрывала своих чувств ко мне и фактически предлагала близкие отношения. Ну ты и дурак, Серега, не был бы я женатым, эх ты, курс, стыдил меня Каширский. А я просто боялся почему-то очень боялся в то время женщин, особенно таких красивых и ярких, как Надя, не зная еще великого иранского пророка Заратуштру, который сказал по этому поводу такие замечательные и очень точные слова. Настоящий мужчина это всегда ребенок, а женщина для него всегда игрушка, очень опасная и потому слишком дорогая. 5 апреля 1988 года мы с Каширским прибыли в артполк, дислоцированный в поселке Шилово, что на юге Новосибирской области. Судьба за все время армии прочно связала нас с Сашей, поэтому мы решили на дембель уйти вместе, отметив это дело как следует, в Барнауле столице мира. Я поведал Каширскому, что перед уходом в армию специально для такого случая предусмотрительно положил в кладовке в надежном темном месте бутылочку прекрасного болгарского коньяка Брэнди Слынчев Бряк Солнечный Берег и сам Бог велел нам распить эту вожделенную бутылку с такой хорошей армейской выдержкой. Идея Саше очень понравилась. Еще бы! В Шилово никакой учебы на офицеров командиров огневого взвода понятно не было и в помине. Оказалось, что нас 35 срочников с высшим образованием, имеющих за спиной гигантский опыт стройотрядовского движения, командование СИБВО специально откомандировало в Шилово, чтобы за полтора месяца построить там военный лагерь для резервистов. Ожидалось широкомасштабное развертывание новосибирской мотострелковой дивизии. Все это время мы занимались привычным строеотрядовским делом. Копали, пилили, строгали, строили, так что, кроме работы, там и вспомнить особо нечего. И вот, наконец, случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Пришел долгожданный дедушка Дембель. И ведь мы знали, очень хорошо знали, что Дембель неизбежен, а он все равно подкрался незаметно. Грянул неожиданно как обухом по голове. 1 июня 1988 года наконец-то был подписан долгожданный приказ о нашем увольнении в запас. И вот, мы с Каширским уже едем на стареньком венгерском Икарусе домой, проезжая такую родную алтайскую Тальменку. По приезду в Барнаул выяснилось, что бабушка, как всегда, потеряла ключи от моей квартиры. Которые я ей оставил на ответственное хранение. Мы тут же отправились с Каширским на поток. Почему-то нелюбимый горожанами промышленный микрорайон Барнаула, заложенный еще во времена Хрущева, где находилась мое холостяцкое бунгало. И стали ногами, пугая соседей, методично высаживать дверь. Но эта продукция советского деревообрабатывающего комбината к нашему удивлению оказалась сделанной на совесть и спокойно выдержала наш солдатский натиск. На шум и гам вышел мой сосед по лестничной клетке старик Голоцевич, который с помощью топора и невесть откуда взявшейся у него фомки помог нам наконец открыть эту злополучную дверь. Я ринулся первым делом в кладовку, откуда извлек на белый свет вожделенный коньяк. Забрав нехитрую закуску, которую нам принес из дома наш любезный друг старина Голоцевич, мы с Каширским отправились в Дендрарий, пожалуй, самое изумительное место в Нагорной части Барнаула, расположенное на базе знаменитого на всю страну института имени академика Лисовенко. В Дендрарии мы выбрали для Сабантуя также самое красивое и завидное место на высоком скалистом обрыве, с которого открывался замечательный вид на живописную обскую притоку и на дачный поселок Кораблик на Халовку, появившуюся на карте Барнаула аж с 1905 года. На траве аккуратно расстелили клеенку, на которую в центре стола водрузили вожделенный слынчев бряк. Махнули по первой, затем по второй за успешное окончание службы. Третий тост стоя за тех, кто не вернулся. И вновь, как всегда, после третьей рюмки во мне проснулся и распушил хвост роскошный сибирский павлин. А ты знаешь, что бог Ра существует? Я решил шокировать Каширского до конца, причем до самого победного. Он посмотрел на меня, как на идиота, и промолчал. Да нет, это не аллегория никакая, и не метафора для фигуры речи. Бог точно существует, я тебе говорю, иначе без помощи Ра мы бы просто не смогли пройти то, что все-таки сумели пройти в армии. Нет, конечно, что-то определенно есть там, наверху, задумчиво сказал осторожный Саша. Не знаю, Ра ли, Иисус Христос или кто-то другой, наверняка должен быть. А давай выпьем Саня. Внезапно у меня созрел великолепный тост. Выпьем за великого бога Ра. Без которого жизнь на Земле абсолютно теряет смысл. А человечество, как гигантский совершенно неуправляемый корабль, остается без компаса и любой другой навигации в кромешной тьме необъятного океана Вселенной. Как ты хорошо сказал, Курс! Воскликнул Саша, и мы разом допили остатки Брэнди. Обуреваемый противоречивыми чувствами, да еще возбужденный крепким алкоголем, от которого совершенно отвык за полтора года армии, я взобрался на огромный серый валун, одиноко торчащий из-под земли на самом краю обрыва, и, что есть мочи, прокричал прямо туда вниз, в самую бездну. Я люблю тебя, жизнь! Я люблю тебя, ра! Да здравствует жизнь! Да здравствует ра! Ура! 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 И долго еще мое троекратное победное ура на древнеславянском языке гиперборейцев ура означает у-ра или с Богом. Раскатистым эхом разносится по необъятным обским просторам. Всего лишь убогий писк комара, одинокого комара во вселенной, живущего слабой надеждой, что кто-нибудь его все-таки услышит. субтитры субтитры